здравствуйте уважаемые друзья как всегда по пятницам программе провокатор плюс собственно я михаил кацин и сегодня меня в гостях виктор кипиани известный политолог из грузии руководителя аналитического центра геокейс также руководителя крупной юридической компании в грузии здравствуйте виктор ну что ж виктора очень хорошая традиция теперь можно говорить о том что регуль на регулярной основе выступаете в нашей программе за что мы вам очень благодарны и будем очень рады вас видеть здесь в студии в одессе виктор мы сегодня договорились сами обсуждает российскую агрессию в адрес и грузии собственно недавно а был печальный повод вспомнить российскую агрессию в адрес грузии а именно с 7 по 12 августа губ 7 по 12 августа 2008 года собственно продолжалась вот эта пятидневная война между россией и грузии которая была в принципе спровоцирована российской федерации и тогда россия она практически дошла до тбилиси и слава богу что она все-таки не дошла до тбилиси она остановилась все-таки международные партнеры как мне кажется но мы об этом еще будем говорить тогда затормозили россию в принципе российская агрессия в адрес грузии стала прелюдии к аннексии россии украинского крыма которая произошла уже в 2014 году ну что ж виктор ваша оценка той войны с позиции сегодняшнего дня насколько она расходится с теми впечатлениями и мыслями с которыми вы воспринимали эти события тогда 13 лет назад михаил а те пять дней которые вот поменяли всего лишь один фрагмент российско-грузинских отношений к сожалению российская агрессия иногда в прикрытой форме иногда в открытой форме она продолжается по отношению грузии со дня как россия нездорово заинтересовалась государственностью грузии таково поэтому и теперь теперь это пятидневная война всего лишь такой всплеск очередной нездорового проявления такого интереса который выразился в открытой оккупации последующей уже фактической аннексии грузинских дней да сегодня 12 августа сегодня тот день когда был подписан было подписано соглашение о о прекращении огня и определенных других условиях соглашение которое спустя 13 дней большей части остается не выполнены российской стороной не выполнены в том плане что российские оккупационные войска не отведены на изначальные позиции а эти изначальные позиции находятся за пределами груди и мы по факту имеем постараюсь по сути имеем дело от фактической оккупации да вы также правильно упомянули что эта война была предвестником начала нового скажем так порядка новых правил игры в европе вы все мы все помним известную минуточную речь владимира путина когда он с желанием поставить констатировал распад советского союза и сделала несколько таких заявлений когда наверное многие сидящие на месте конференции в аудитории не могли предполагать такого развития событий тем не менее вот это в первых и вот это первое салва которая обернулась уже последующей войной на донбассе и аннексии крыма а виктор мы уходе военных действий еще поговорим пока что я хотел вас сейчас спросить следующее вот есть такое расхожее выражение что события в одной части мира да вот эффектом бабочки провоцируют цунами в другой части мира и мы можем вспомнить очень много мировых кризисов которые так и иначе имели влияние на ситуацию как в целом мире так и в отдельных странах например финансовый кризис 2008 года который безусловно повлиял на всплеск права популизма в европейских странах и в конечном счете привел к брекситу и привел к тем притурбациям которые произошли в европейском союзе теракты в северных штатах америки 9 11 сентября 2011 года мы помним как вот эти теракты они тоже привели потом к военным действиям в ираке в афганистане это же во многом изменили международную политику сейчас коронавирус мы видим как коронавирус меняет в принципе моду свиванди до поведением государства в коммуникации друг с другом вот каким образом российская агрессия в адрес грузии изменила последующий ход истории грузии поскольку ну как мне кажется в многом падение михаила саакашвили как президента его политической силы отходы от власти тоже был спровоцирован той войны несколько интересное заявление в концовке ваши вопросы ну давайте скажем так да вы михаила совершенно право когда вы говорите о тесной взаимосвязи и зависимости современном мире это взаимосвязь и взаимозависимость не только культурного экономического и политического характера но и очереди тех прочих зловещих событий о которых мы сегодня рассуждаем вы определенно правы когда говорите о очень тесной взаимосвязи и определенной спирали развертывания событий между грузинской оккупацией и событиями кроме 2014 года эта взаимосвязь буквально проявляется в следующем что по сей день российской федерации считает что бывшее пространство постсоветского союза является для россии определенная зона эксклюзивных интересов с военной политической это с политической точки зрения с военной точки зрения для российской федерации клан глав крайне главное важно заходить на этих территориях так называемой так называемое состояние для стратегической глубины то же время здесь абсолютно открыто и честно нужно добавить неопределенность отношения наших западных партнеров предложенным российской федерации правилам игры не до конца не четко эти выработки адекватных правил со стороны наших западных партнеров и купе это сказать с перечисленными причинами исходя из ранее это сайте формата наши наши нашего времени это определенная пока что не полная состоятельность демократических институтов как украине такую так грузии наверное вот это так скажем так цепочка событий которые как раз предопределяют взаимосвязь и тут взаимозависимость который касается пользуются очень ловко те которые играют без правил и пока что проигрывая те которые стараются играть или по правилам или стараться играть по устаревшим правилам тем не менее виктор как вы считаете вот российская агрессия 2008 году вот эти пять дней военных действий когда не было понятно на чем остановится российская агрессия насколько не повлияли на ход внутренней политики вашей стране и знаю что вы всегда это очень аккуратно эту тему обходите но не давая оценок сейчас президентство михаила саакашвили это не тема передач как вы считаете повлияло ли это на его президентство влияло что сама агрессия российская да 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 я думаю что повлияло конечно потому что давайте скажем так несмотря на сложность той географии в которой мы находимся это на то историческую неприязнь мягко говоря который который называется который наш соседний северный сосед испытывает по отношению грузии я думаю что все таки вершина искусства любого любого государственного деятеля это все это не избежать конфликт а не оказаться в гуще конфликта час насколько это можно было возможно так с политической точки зрения так и с военной точки зрения на это существует ряд очень фундаментальных докладов и расследований эти доклады не дают нам так сказать скажем так очень светлую картину насчет того мог ли саакашвили с его командой на все сто процентов избежать конфликта потому что как вы понимаете любой конфликт имеет свою предысторию свою динамику свою логику ходит вот вот настало утро и к вечеру мы имеем контакт вся эта история грузинка грузино-российских отношений с момента объявления грузии своей независимости имела свою очень тяжелую предысторию и когда мы говорим о войне 2008 года мы должны забыть о войне фактической войне россии грузии в абхазии в начале 90-х годов последующим конфликтом уже с кинвайском регионе то есть это вся череда это каскад конфликта который логично может быть очень это жестко звучит это слово но логично привел конфликта 2008 года уже при президентстве саакашвили а виктор я вам хочу задать следующий вопрос который ну вот меня беспокоит особенно учитывать то что вот на ближайшее время будет знаменательная дата вот моя страна украина будет праздновать 30-летие с момента провозглашения независимости и конечно поскольку я очень люблю украину и все граждане украины очень любят украину безусловно вот ну мы рефлексируем на тему а вот предыдущих 30 лет все ли было сделано правильно вот чем похожи наши страны украины и грузия вот после распада советского союза в украине президентом стал леонид макарович кравчук очень опытный политик который уже к девяносто первому году добился очень серьезных политических высот также точно эдуард шаварнадзе правда я прошу прощения все-таки было гамсахурдио вас первым президентом так но через какое-то время возглавил шаварнадзе правильно грузию вот возглавил шаварнадзе тоже очень опытная политика в прошлом министр иностранных дел советского союза вот почему на ваш взгляд не украины не у грузии при том что наши государства возглавляли очень опытные лидеры которые понимали всю опасность российской агрессии нам все-таки не удалось 90-е годы пока в россии был слабый режим не купировать вот эти вот возможности даже потенциальной российской агрессии и собственно уже при путине при при приходе авторитарной власти в россии вот эта агрессия развернулась где наши страны ошиблись михала вопрос конечно комплексный давайте я отвечу буквально тем формулировка и ответа которая считаю наиболее нужны и наиболее может быть даже не любите лицеприятных для нас и для украинцев тем не менее формулировка звучит так конечно касается более скажем так обертка более красивая обертка вопроса это отсутствие зрелости политической культуры но я бы по-другому сформулировал бы вот начиная со времен звяда гомсоходия потом продолжая последующими это сайте коденциями других президентов грузии и наверное вы тоже самое можете сказать и об украине я все-таки касается не буду настолько смелым что судить украинскую политику я думаю вот это несоответствие политической культуры не и это стоит несоответствие скажем так степени осознания развития страны со степенью так сказать со средствами дозволенности сохранения власти я думаю что вот эти два скажем так насущных и тоже время рефлекторных моментов будущего властителя который это сайте очень это сайте оберегает это сайте свою команду от того чтобы команда не уступила касать властной структуры и в то же время не упускает использование зрения более общую картину развития модернизации совершенствование страны я думаю что вот эти две ценности если их можно назвать ценностями конечно одна ценность а другая бесценность вот эти два момент момента они пришли яркую так сказать это четкую коллизию друг с другом по крайней мере на примере грузии так оно и было поэтому у нас очень скажем так очень короткая история мирной смены власти почему вот как раз и силу вот и монетности вот этих конфликтов я думаю что на и украинцам нужно очень четко сделать это задуматься и делать вопрос что сделать вывод что самый лучший ответ на любую агрессию на любую оккупацию это прежде всего совершенства своих политических структур это свое время это свою первую очередь зрелость собственного общества я думаю что лучше этого ответа мы никакому другому нашему соседу не дать это наверное будет самое лучшее самое надежное самое стойко стойкое оправдание но вот а вот оставить очень колючего пути реформ которые мы с вами проходишь а потому наверно поэтому я думаю что мы должны заклинуть зеркало очень критично оценить самого себя прежде всего прежде чем начать винить кого-либо другого виктор вот обратимся опять же видите я вот диссертацию защищал по истории права а вот и наверно поэтому не всегда тянет в историю в 2000-е годы в 2003 году была революция роса в грузии а в 2005 году была оранжевая революция в украине а вот нынешняя власти в украине и в грузии безусловно является скажем а порождением и оранжевой революции революции в революции рос в грузии неважно что сменились президенты в грузии сменился в украине понятно что логика развития, вектор развития страны. Вот был рожден тогда, во время оранжевой революции Украины, определилось, что мы идем в НАТО и в Европейский Союз, и ваша страна определилась тем, что Грузия идет в НАТО и Европейский Союз. Так вот, две эти революции просто по своей сути, они испугали Путина, потому что Путин всегда боялся проигрывать, даже с тех пор, как он был заместителем мэра Собчака, возглавлял его предвыборный штаб, в 96-м году проиграл выборы, и с тех пор он боится выборов. Путин, как диктатор, боится революции, его испугали наши революции 3-го и 5-го года, и уже тогда в России стали закручиваться гайки. Как вы считаете, все-таки, вот прав ли был Запад и Европейский Союз, в частности, что не дали возможность, не присоединили на волне расширения быстро Украину и Грузию в свой состав, да, с определенными нюансами, да, с определенными условиями, но тогда был политический коридор, когда это можно было сделать, Россия еще была слаба, чтобы начинать агрессию и в адрес вашей страны, и в адрес нашей страны. Так вот, на ваш взгляд, виновен ли в какой-то степени Запад в промедлительности интеграционных процессов? Михайлов, вы упомянули право, и я хочу вам сказать следующее. Как не только правовед, человек определенного восприятия, я сам лично крайне, крайне противник революции и преобразований в революционном движении, в революционном ритме. Это обязательно я должен на это указать, хотя любое, так как любое такое революционное проявление воли народа или частью общества, конечно, оно не оправдывает внешнюю агрессию, и в любом случае это, чтобы сказать, внутреннее дело самого данного общества. Теперь, что касается Запада, знаете, когда очень часто мы говорим о том же самом Буховестском саммите НАТО, когда, значит, Украине и Грузии было дано обещание от членствия в НАТО, в последующие годы очень часто вспоминали членство прибалтийских государств в НАТО. Я думаю, что прибалтийским государствам тогда крайне повезло, потому что вот мы упоминали слабость Российской Федерации и настойчивость Запада. Вот тогда как раз вот это историческое окошко возможностей, оно дало возможность как прибалтам, так и Западу реализовать то решение, которое было реализовано. Сейчас, что касается буховестского формата, еще раз говорю, мы сейчас очень много можем долго спекулировать, ну, я не употребляю, моделировать ситуацию. Что произошло бы, если бы Украина и, к примеру, Грузия получили тот же самый МАП? Сложно предгладать развитие событий, тем более, что сам МАП... МАП, Виктор, давайте расшифруем. МАП – это membership plan, да? План под членством НАТО. Да, 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 план на индивидуальное членство. Да. Но, знаете, я очень часто говорю, что сам механизм МАПа, который в документах НАТО появился аж в 1999 году, поэтому я указываю на то историческое окошко, это была абсолютно другая конъюнктура ситуации, абсолютно другие обстоятельства. Более того, сам МАП, чтобы наш зритель-слушатель знал, это обещание на обещание. Это не означает гарантированного членства в НАТО. Поэтому я думаю, что та же самая украинская дипломатия, которая сегодня крайне активна, я просто аплодирую и даже завидую какой-то части, потому что я думаю, что активность и креативность грузинской дипломатии в этом плане несколько отстала. Я думаю, что постановка вопроса, что или так, или по-другому. В вопросе безопасности наших стран не может быть полубеременцем военного, военного или геополитического состояния. Я потому-то, кстати, начал несколько, пару слов насчет сути МАПа, что сам МАП не означает гарантированного членства в НАТО. Более того, МАП сам не предусматривает определенных временных промежутков, после которых должно быть принято определенное решение, да или нет. Поэтому я думаю, что несмотря на определенный кризис, в котором находится само НАТО, несмотря на то, что сам НАТО, организация НАТО пытается найти себя, и тот же документ 2030, это не более, чем признание НАТО в надобности определить ее новый функционал, новую роль для Украины и Грузии, имея такого соседа, другой альтернативы, к счастью или к сожалению, сегодня нет. Поэтому я думаю, что будучи объединены от наших усилий, мы должны ставить вопрос очень прямо и очень резко в какой-то степени. Так, как сегодня это делает украинское министерство внешних дел. Виктор, вы, наверное, в курсе предстоящей крымской платформы инициативы нашего президента Владимира Александровича Зеленского, которая будет-вот должна состояться в Киеве, и эта инициатива играет важное значение с точки зрения артикуляции проблемы аннексии России, украинского Крыма, с тем, чтобы вернуть обратно фокус общественного внимания, международного внимания к проблеме аннексии России, части украинской территории. Как вы считаете, может ли, например, могут ли наши страны, Украина, Грузия, Молдова, учитывая то, что на наших территориях была совершена агрессия со стороны Российской Федерации, объединиться и создать свой какой-то уникальный объединенный формат с тем, чтобы отстаивать наше право на возвращение аннексированных России территорий, либо де-факто аннексированных, либо де-юре, потому что Южная Осетия, Абхазия, в одностороннем порядке нарушений всех возможных законодательных актов международного права, внутреннего права Грузии, были признаны независимыми со стороны России, что тоже является огромным преступлением, и по сути Россия аннексировала, оккупировала эти территории. Как вы считаете, стоит ли создавать этот объединенный формат? Во-первых, приветствую сам факт Римской платформы, потому что это уникальная возможность еще раз мобилизировать мировое общественное мнение. Я думаю, что в этом плане подход украинских властей, подход, скажем так, по-крупному, я бы так сказал, это абсолютно верное решение вопроса, и так оно и должно быть. Я просто аплодирую размаху и масштабам в данном случае. Это раз. Что касается теперь наших трех стран, это единственные три страны так называемого постсоветского пространства, территориальная целостность которых сегодня нарушена. Единственные три страны, хотя бы уже этот факт ставит нас в одну череду, скажем так, геополитического вектора. И последнее обстоятельство, когда мы вот буквально пару месяцев назад делали очень четкий шаг в том самом нужном правильном направлении, когда было продекларировано и создано так называемое ассоциированное трие, которое, я думаю, является, ну скажем так, той, может быть, эмбриональной платформой, чтобы на основе ассоциированного трие уже, так сказать, добавить компоненты и экономического сотрудничества, и, может быть, какой-то степени военного сотрудничества, потому что, еще раз говорю, вы Михаила правильно упоминали, сегодня быть, действовать поодиночке, когда с одной стороны агрессивная Россия, а с другой стороны пока что не до конца осознанный Запад в своих целях и, так сказать, начинаниях, я думаю, что у нас просто другого пути нет, как быть в надежде, как в надежде, так сказать, надеяться на самих себя, быть максимально проактивным и максимально это стать настойчивым. Виктор, спасибо вам большое за это интервью, вы знаете, вот я наблюдаю за вами, вы всегда сидите на фоне библиотеки, позади вас библиотека, это очень круто, и знаете, мне, как книголюбу, это греет особенно душу, спасибо вам, Виктор Кипиани, руководитель аналитического центра Geocase, также руководитель крупной юридической компании в Грузии, спасибо большое, что были с нами, напомню, мы обсуждали российскую агрессию в Грузии 2008 года, оставайтесь на медиаинформе. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова